Добрый день Сегодня седьмая отборочная игра Битвы Эрудитов 6 Уже в третьфиналах украинцы Тюменской области Магазин Вредный Нот, Центр изучения английского языка Lingua Like Сборная Тюменского государственного архитектурно-строительного университета Сборная Тюменского государственного медицинского университета И сборная Тюменского государственного нефтегазового университета А теперь внимание Седьмую путевку в третьфинал без игры А по голосованию в нашей группе ВКонтакте По итогам голосования получает сборная еще одного вуза Тюменского государственного института культуры Люди верят в Никиту Иванченко, Артема Горелова, ну и конечно Глеба Шишкина А сегодня игра второго шанса После которой мы узнаем восьмого третьфиналиста Второй шанс по решению редакторской группы Битвы Рудитов 6 получают За желтым игровым столом команда Билайна За синим игровым столом Команда русской компании Ну и как-то не солидно Все вузы, которые принимали участие в нашей шестой битве Уже в третьфиналах, кроме одного Тюменского госуниверситета Они выставили три команды И всем трем командам, кстати, немножко не повезло Сегодня эту традицию попытается сломать Сборная Тюмгу Первая сборная Тюмгу Они за красными столами Эксперт нашей сегодняшней программы Снова встречаем Он уже был у нас на пятой битве Член исполнительного комитета Общественной палаты Тюменской области Председатель комиссии по молодежной политике Артур Юрьев Наши вопросы представлены Тульским клубом знатоков И лично Валерием Юдачевым и Алексеем Морозовым А также Генрихом Генриховичем Остапковичем Из Мурманска И Ириной Меликовой из Краснодара Спасибо вам, добрые люди За хлеб, за воду И за то, что мы можем играть На прекрасных вопросах Ну, собственно, давайте на них и поиграем Евгений Минкин, капитан Билайна Возьмите, пожалуйста, микрофон И выберите цвет карточки на открытый раунд Открытый раунд Все темы известны Стоимость вопросов от 10 до 50 очков Прошу Здравствуйте, Аркадий Здравствуйте Стой Стрелять буду И как в старой сказке Совещайтесь А пока команды совещаются Составы Желтый стол Команда Билайна Капитан Евгений Минкин Номер первый Татьяна Минкина И номер второй Салават Свергулов Команда русской компании Капитан Семен Матарыгин Номер первый Обладатель золотого знака Чемпион четвертой битвы Дмитрий Лавер И замена вместо Егора Тинякова Сегодня за русскую компанию Наша старая знакомая Еще одна Юля Снегирева Ну и обновленная Сборная Тюнгу За красным столом Со старым капитаном Ну не сборной Тюнгу А старым капитаном Многих-многих команд Опытнейшим Вадимом Медведевым Первый номер Александр Степанов И второй номер Георгий Малыгин Ваша первая тема Стой Я жду игрок слов Первых участников команд На первую тему Открытого раунда Евгений Минкин Дмитрий Вавер И Вадим Медведев Тема Стой За 10 анекдот Согласно анекдоту Чукчи-часовой Увидев нарушителя Крикнул ему Стой Стрелять буду Дальнейший диалог Был таков Более-менее смешной Анекдот Стой Стрелять буду Стою Стреляю Поздно Ну ладно За 20 В январе 2013 года Он официально Объявил О закрытии Телепередачи Городок Евгений Юрий Стоянов Юрий Стоянов Конечно После смерти Ильи Олейникова За 30 В финале Экранизации Известного Романа Героиня Остановила его Стоп Словом Красный Ну Такой роман Такой Тонны уважения Если вы его прочли Вадим Медведев Кого она остановила Словом Красный Грея Кристиана Грея Верно 50 оттенков серого Плюс 30 Сборной Тюнгу За 40 Памятник Этому Медицинскому Устройству Стоит На территории Санатория Машук Акватерм Железноводске Это клизма О Окей За 50 Эту городскую Легенду Пытались Объяснить И столбняком И ступором А некоторые родители До сих пор Пугают детей Словами Не балуй Окаменеешь Это городская легенда Обязательный ответ Стояние Зои Спасибо Стояние Зои Вот так После первой темы Открытого раунда Русская компания Разминается У них 0 20 Убилай Наридирует Тюнгу У них 30 очков Ваша вторая тема Стрелять буду Прошу Салават Сергулов Семен Моторыгин И Александр Степанов Тема Стрелять буду Стрелять буду За 10 очков В битве На реке Талос Произошедшей В 36 году До нашей эры Китайцы Расстреливали Совместную армию Гунов Парфян И Римлян Из этого Незнакомого Европейцев оружия На тот момент Расстреливали Да Семен Арбалет Это верно Плюс 10 За 20 Это выражение Обозначает Реплику Или довод Приберегаемые К концу Спора В Древнем Риме В том числе Оно это Обозначало Этот термин Называется Парфянская стрела За 30 История Этой компании Начинается С 1526 Года Когда оружейник Бартоломео Получил От венецианского Арсенала Плату за стволы Для Аркебус Пожалуй Самая известная Итальянская Оружейная компания Да Беретта Браво Александр Это Беретта Плюс 30 За 40 Стрельбой по нему В сетевых Компьютерных Играх Называется Стрельба по персонажу Немного дальше Того Где он идет На экране Немного дальше Такое Приторможение Идет Притормаживание Стрельба по нему Компьютерные игры Пинг За 50 Этот обрез Использовался Сицилийскими пастухами Для защиты Стада от волков Откуда и пошло Его название Вспомним Как по-итальянски Будет По-латински Точнее Будет Волк Люпус Люпус Лупара Короткий обрез Лупара Спасибо Завершена вторая тема Открытого раунда Упрочили свое преимущество Тюнгум У русской компании 10 У Билай на 20 У Тюнгум 60 очков Ну давайте сыграем тему Как в старой сказке Три главных у нас Сказочника Это Татьяна Минкина Это Юля Снегирева И большой сказковед Георгий Малыгин Как в старой сказке За 10 очков Джереми Реннер И Джема Атертон Сыграли взрослых Их в фильме Охотники на ведьм Популярный блокбастер Охотники на ведьм Такие взрослые Они были детьми В сказках Юля Гензель и Грэп Конечно Гензель и Грэп Видите кто здесь За 20 В романе Грэма Джойса Появлению этого Заглавного персонажа Предшествует драка Между двумя детьми Двое детей Дерутся Один друг другу Что-то ломает Или выбивает И появляется этот персонаж Что можно в драке Даггер Зубная фея Зубная фея Плюс два Пока ведущий В открытом и закрытом раундах Может себе позволить Фирменные либерманизмы Может За 30 В мультфильме Хранители снов Вооруженного бумерангами Пасхального кролика В оригинале Озвучивает этот актер Более известный Благодаря представителю Другого семейства Я с вами сказал Семейства куньих Хорошо Хорошо Еще один фирменный либермализм Смотрите на меня Вот так вот Актер Давай Георги Ладно Хью Джекман Хью Джекман Верно Конечно Рассамахи Это семейство куньих За 40 В рассказе Ками Гарсии Безымянный парень Убивает врагов Главной героини Требую у нее В качестве платы Поочередно Поцелуй Воспоминания И душу Рассказ написан По мотивам Этой немецкой сказки Основой сюжета Которого было Вспомнить имя Собственно сказка Так и называется Казалось бы Причем здесь Последняя часть Мультика Шрек Румпельштицхен Слово безымянное Это была подсказка За 50 В поэме Нила Геймана Оборотень Расследует убийство Посетителей Расположенного На берегу Ночного клуба По просьбе Владельца заведения Гара Рота Преступником Оказывается Морской монстр Имя которого Переводят как Великий Эл За основу поэмы Гейман Взял миф Об этом герое Это Ну смотрите Гар Рот Это король Хродга Грэндель Превратился Из Гранд Элла Правильный ответ Миф о Био Вульфе Спасибо После открытого раунда По 20 очков У Билайна И русской компании Лидирует Тюмгу 110 очков У нас интервью После открытого раунда Интервью с экспертом Артур Юрьевич Юрьев Член сполкома Общественной палаты Тюменской области Представитель комиссии По молодежной политике Здравствуйте Артур Юрьевич День добрый Мы с вами встречались На прошлой битве На этой битве Немножко у меня Другой статус В этот раз Я даже Являюсь вашим Подчиненным Поскольку состою в комиссии По молодежной политике Общественной палаты Где вы являетесь Председателем Как вам со мной Работается в комиссии Артур Юрьевич Я бы предпочел Слово коллегой Коллега Это приятно Работается Ну Мы как бы И до Вашего статуса Были довольно таки Плотно знакомы Так скажем Я думаю Что сильно Ничего не изменилось За исключением Того Что у меня Появились люди На которых Можно возложить Некоторого рода Обязанности Как-то так Ну это всегда приятно Когда есть на кого Еще дополнительно Возложить обязанности Конечно Скучали по нашей игре? Ну Можно сказать И так Знаете В каком плане Можно Так сказать Что не совсем Скучал Я Здесь приходится Признавать То что Ты многого Не знаешь Что иногда Задевает самолюбие Но зато Есть к чему стремиться Согласен И опять же Порадуются За нашу молодежь Конечно Потому что Ну ребята Соображают Соображают Это факт От битвы к битве Все лучше И лучше И лучше Ну как Председатель По молодежной политике Скажу что Это Все больше и больше Импонирует Так скажем Опять же Можно Смотреть кого-то Само собой У вас есть Протест Протест Не у вас У вас есть аукцион Не забывайте про него Мы его обязательно поставим Да помним Наш эксперт Артур Юрьев Закрытый раунд Стоимость вопросов От 20 до 100 очков Давайте выберет Семен Матарыгин Семен возьмите микрофон Давайте выберем Карточку Синя Так синяя Вот у меня их две Такие голубенькие Вот они тут так блестят Левая правая Левая Левая Правую откладываем Берем левую Ага Интересные темы Вы выбрали Прошу Первых участников команд Ну так вышло Так вот Выпало на карточке Ничего не могу с ним сделать Татьяна Мюнкина Дмитрий Вавер Георгий Малыгин Тань У нас сегодня второй шанс Всех команд Получивших Второй шанс Как думаете За что предоставили второй шанс вам? Я даже Я даже не знаю Может мы Сначала играли хорошо В той В той игре Но потом Что-то сильно скатились Ну вот именно за азарт игры За То что вы не боялись Играли смело И довольно качественно Мы решили дать вам второй шанс Давайте Чтобы все было хорошо Догоняйте Чумгу Татьяна Мюнкина Белай Дим Ну ты у нас Опять в этой игре Единственный чемпион И опять отстаете Как-то вот Готовились Все-таки прошла Сколько у нас времени Прошло старше Прошло с вами игры Прошло две недели Уже Ну да Как-то Семен Матарыгин Настраивал Вот вы Даже Замену сделали В команде Ну к сожалению В этой игре Егор Тиняков Отсутствует Но с нами Играет Юрий Снегирев А она посимпатичнее Егор Тинякова будет Согласен Ну его хороший парень Ну тренировались Готовились Мы в этой игре Более уверены И так сказать Ну ожидаем Свою игру И вам тоже удачи Дим Вам тоже удачи Георгий Малагин Тюмгу Вот так вышло Что у нас принимают Участие все ведущие Вузы Все сборные И Тюмгу Единственная Которая пока не вышла В третий финал Надо исправить Да конечно Это досадная оплошность Мы это стараемся Чего не хватило В первой игре Как вы думаете Не хватило Может Капельку уверенности И чуточку везения Ну давайте Может быть вам повезет сейчас Я надеюсь Всем желаю удачи Давайте сыграем с вами Матричную тему Матричная тема Из двух слов На начинающиеся на буквы Я и С Яростный цыпленок Я С Вопрос За 20 очков Она соединяет судно С приспособлением Для его удержания На месте стоянки Дмитрий Яхарная цепь Яхарная цепь За 40 Таких федеральных Государственных предприятий В России Два В Снежинске Челябинской области Нижегородском Сарове Нет ответа Ядерные центры За 60 Этот жук Семейства Долгоносиков Откладывает яйца В бутоны Плодовых деревьев Вылупившиеся Личинки Выедают бутон Изнутри И скажем так И не растут У нас яблочки Называется этот Вредитель Яблочный Цветоед За 80 Очков После политического Убийства Фульвия Жена Марка Антония Символично Втыкала Булавки В него Вот этот человек Он прославился Чем-то Хорошо Он прославился Красноречием И вот Фульвия Втыкала В язык Цицерона За 50 Искусство Ки Ко Это он Это он Время Ти Это Внутренняя энергия Присутящая В названиях Многих единоборств Например Айкидо И это Японский Цигун Спасибо Завершена первая тема Закрытого раунда 20 Билайн 40 Русская компания Лидирует Тюмгу 110 очков Вторые участники команд Вторая тема Слават Сюргулов Юлия Снегирева Вадим Медведев А вот давайте В этот раз Без интервью Хотя нет С интервью С интервью С интервью Начнем с Славата Слават Что нужно Чтобы выиграть В нашей игре Как вы думаете Я считаю Что для того Чтобы показать Хорошую игру Необходимо иметь Во-первых Силу воли Чтобы себя Показать В определенных Нужных моментах Жизни Чтобы тебя Избрали Для команды Нужно иметь Достаточно хороший Багаж знаний И Начитанность А также Наверное Просто удача Чего не хватает Вам? Пока Всего Ну надо Бирать Надо Бирать Слава Сергулов Билайен Юль Ты заменила Егора Тинякова Да Ты у нас Играла За разные команды На битве В прошлый год Выиграла Справедлива Россию В этот раз Тебя сменили На Карася Не совсем успешно Ну на Марию Карася На самом деле Она хорошо играла В этот раз Ты помогаешь Русской компании Почему? Ну я люблю Русскую компанию У меня от нее Был интернет Ну сейчас У меня от нее Были дети Как показалось Был интернет Да И который мне очень нравится К тому же Как не помочь Своим друзьям Которые представляют В этот раз Усированные Усированные И чемпионские Да-да-да Я понял Юлия Снигирева Русская компания Ваник Ну с вами-то все ясно ТГУ Единственное Не представлено Пока в трекфинале Стараемся Вижу Вижу Пока Лидируйте Кстати Ваша тема Матричная Еще одна Матричная тема ГБ Опять же Два слова На буквы Г и Б Гумус Буденброков ГБ За 20 очков Художественным Руководителем Этого ансамбля Является Полковник ВДВ Сергей Яровой ГБ Полковник ВДВ Чем Ну да Уголовой берет Конечно Призлаз За 40 В основном В них Используются Захваты Клювом За крыло И спину А за голову И лапу Хватать нельзя Да Ой-ой Один ГБ ГБ Клювом Грачевые бои Грачевые бои Нет Это не грачевые бои Минус 40 Еще кто-нибудь Салат Ну пускай будут гусиные Ну гусиные бои Конечно Плюс 40 За 60 По легенде В его войске Было правило Сварившееся В котле мясо Доставалось Здоровым воинам Не получившим Ранений в бою А жидкий Мясной отвар Отдавали раненым ГБ Как называется Такой отвар Мясной Ну как Мясной отвар Как называется Ну и ГБ Он Алководец Готфрид Бульонский За 80 Так называется Образование Избыточных Жировых Отложений На задней части Шеи Да Салат Гусиная бородка С гусями Вы сегодня Перебарщиваете В ней с 80 И особенно Шея Это Горб Бизона Или Горб Быка ГБ За 100 очков Нигирийский Он Называется Уду Вот что называется Славянским Удом Мы знаем Не будем Гореть в эфире А вот Нигирийский Он Называется Уду И представляет С собой Горшок С двумя Отверстиями Нигирийский Он Глиняный 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 Спасибо Спасибо После Второй темы Закрытого Раунда Билая Минус 20 60 У русской Компании Лидирует Все еще Тюмгу 70 очков И заключительные участники команды Евгений Минкин Александр Степанов И посередине будет Семен Матарыгин Тоже спрашивать ничего не буду Давайте В этот раз Не буду Давайте сыграем Сыграем тему Сосуды Сосуды За 20 очков Два этих сосуда Были найдены В 2011 году В Таманском заливе В связи с чем Некоторые интернет Пользователи Вспоминали Сцену Рыбалки Из бриллиантовой руки Это Амфоры За 40 очков Позируя Джону Милле Рисовавшему Эту героиню Шекспира Элизабет Седал Пришлось лежать В ванне Александр Офелия Догадался Верно Офелия Плюс 40 Ох Какой хороший вопрос За 60 Меня однократно Неоднократно Передавали привет В программе этому Замечательному Русскому Актеру И бодибилдеру И вот сейчас Про него вопрос Эта цитата В которой Упоминается Алкогольный напиток И соответствующий сосуд Стала Одной из самых Известных фраз Александра Александровича Невского Прозвучала на фильме Форсаж да Винчи Он же Охотники за сокровищами Он же Трэжер Райдерс Сосуды Водка внутри А снаружи Бутылка За 80 очков Это баллада Жукова Не знаем Извините Не знаем мы Еще классиков Российского кино Нулевых годов Не знаем мы Академика Американская академика Вручающая Золотой глобус Трижды Мистера Вселенная По версии W Вббф Александра Александровича Невского Стыдно Стыдно Сосуды За 80 очков Эта баллада Жуковского Является переводом Шиллеровской баллады Дэр Таучер Которую можно перевести Как ныряльщик Или водолаз Евгений Кубок Кубок Верно Обиваем Крус 80 За 100 очков Старинная игрушка Представляет собой Чашу В которой стоит Человеческая фигурка Открывающаяся В чашу Трубка сифона Проходит через Одну из ног Человечка Изгибается в шее И через другую ногу Выходит в дырку На дне чаши Фигурка изображает Именно этого Греческого страдальца Не попить он не может Все сифонит Да Пусть это будет Тантал Тантал Верно Чему плюс 100 очков Верно Завершен Закрытый раунд Билайн 60 Русская компания 60 Лидирует Тюменский Госуниверситет 210 очков По-прежнему мы не использовали Еще ни одного аукциона Четыре аукциона будут сыграны В полуоткрытом раунде А теперь Словом Вадиму Медведеву Чтобы выбрать карточку На полуоткрытый раунд Стоимость вопросов увеличивается Теперь они стоят От 30 до 150 очков Нравится оранжевый Оранжевый Тоже одна карточка Ваша тема Шкатулки Шкатулки Прошу Минская Тульская тема Валерий Юдачев Алексей Морозов Вот это их темы Сейчас идут Тема шкатулки Татьяна Минкина Семен Матарыгин И Георгий Малыгин Ну Татьяна С вами да все понятно Все таки Шкатулки Девушка Семен Георгий Вы как-то тоже По шкатулкам угораете Коллекция дома Коллекция шкатулок Хохлома Джель Джель Любите да? Очень А что в шкатулках Обычно храните? Больше шкатулок Понятно Маленькие шкатулки Да Георгий у вас? А у меня шкатулки с секретом С секретом? Да И что в секрете? Секрет А вы знаете что за это секретом У некоторых животных? Выделение некоторых желез И вот это там в шкатулках У вас хранится Это не тот секрет Не тот секрет Я понял Я понял Так Аукцион Покажем Зал Вадим Медведев Зажигает Да Сначала Вадим Медведев Аукцион 210 у Тюмгу По 60 Опередили вас на кнопке Господин эксперт Поставили раньше Артур Юрьев тоже хотел поставить аукцион Не успел 60 Русская компания 60 Билайн 210 Тюмгу Георгий Вам торговаться Номинал 30 Давайте 100 100 Перекрывающая ставка Играем с Георгием Малыгиным В сборной Тюмгу Аукцион за 100 очков Тема шкатулки В 1993 году По инициативе Уральского отделения РАН И в результате Объединения усилий Уральских ученых И предпринимателей Была учреждена премия Лауреата Кратно И получают солидную Денежную сумму Диплом Золотую медаль И ее Тема шкатулки Премия уральская Прошу 5 4 3 2 Шкатулка самоцветов Это неправильный ответ Потому что это Малахитовая шкатулка Малахитовая шкатулка Уральская премия Проигран аукцион За 60 Шкатулки Детская песенка Утверждающая Что музыкальную шкатулку Не откроешь сгоряча Предлагает использовать Два именно таких ключа Музыкальная Два таких ключа Георгий Скрипичный басовый Исправился Верно Плюс 60 За 90 Бомбаньерка Небольшая Красиво оформленная Шкатулка Для хранения Именно этого А вот сейчас Семен Обучение колец Вы ошибаетесь Семен Минус 90 Сигнал Бомбаньерка Что в них храня Таня Неужели не знаешь Конфеты Конфеты в них хранят За 120 очков Урсула Легуин Рассказала О шкатулке С таким Необычным содержимым А в одном Фильме С Уэллом Килмером И Майклом Дугласом Вот это У этого содержимого Был партнер Призрак Тьма И фильм Призрак и тьма Про двух львов Людоедов В Африке За 150 очков Вскоре после того Как Кортни Лав Познакомилась С Куртом Кобейном Она сделала ему Такой подарок Тема шкатулки Да Кортни Лав Она Как у нее фамилия переводится Ну понятно как Да Какой она могла Ему подарок подарить Тема шкатулка Не бойтесь Шкатулка В форме сердца Спасибо Завершена Первая тема Полуоткрытого раунда Минус 30 Русская компания Билайн 60 Лидирует Тимгу 170 очков Ваша вторая тема В молоко В молоко Хорошо Салават Свергулов Вадим Медведев И посередке Дима Вавер Аукцион зажигает Семен Моторыгин Интересно зачем У вас минус на счетах Минус 3 Русская компания 60 Билайн 170 Чемгуд Дмитрий Вы можете только сказать Номинал 30 И я слушаю Билайн Вабанг Вабанг 60 Ваше слово Вадим Медведев Вабанг Вабанг Хорошее решение Наверное посмотрим Вабанг Говорит Вадим Медведев Именно за этим Вышел скромный Московский школьник Коля Герасимов Никак не ожидавший Что он встретит Гостью из будущего Алису Селезневу Да еще и Космических пиратов Пираты кстати Оценили это По достоинству За кефир Кефир верно Кефир В молоко За 60 очков Оно было запатентовано На радость туристам В 1856 году Американцам Гейлом Борденом Тема Молоко Оно было запатентовано Американцам Гейлом Борденом Какое бывает молоко Дмитрий Сгущенное Сгущенное Плюс 60 верно За 90 Упоминание о нем Есть еще у Аристофана Но только в 1920 году Начальник кондитерского цеха Ресторана Прага Сделал сказку Былью Дмитрий Вавер Птичье молоко Птичье молоко В погоне русская компания Плюс 90 верно За 120 очков В первых же кадрах Этого культового фильма Стэнли Кубрика Можно увидеть слова Молоко И корова Дмитрий Вавер Заводной апельсин Плюс 120 Чемпионская игра Отлично Чемпионская игра Русской компании Лично чемпиона Чертой битвы Дмитрия Вавера За 150 очков Тема В молоко Основоположником Учения о них Был врач Николай Лунин Описавший опыты В которых мыши Питавшиеся Искусственным молоком Погибали Несмотря на правильные пропорции Жиров Белков И углеводов Описывал их Нам их Часто не хватает Нам их часто не хватает Дмитрий Вавер Снова Да Дима Витамины Браво 150 Блестяще Ну вот и выставил Дмитрий Вавер И несмотря на выигранный Аукцион Команды Тюмгу Счет следующий Билайн 60 Тюмгу 340 Вавер Вывел Русскую компанию На первое место 390 очков И ваша заключительная тема Полуоткрытого раунда Тема в яблочко Хорошо В яблочко Александр Степанов Юлия Снегирева Евгения Минкин Еще два аукциона У нас не разыграна Аукцион Аукцион ставит сначала Евгения Минкин Имеет право Женя у вас 60 Номинал 30 Ва-банк Ва-банк Естественно Александр Пас Пас Юля Пас Евгений Играем с вами Тема в яблочко Играем за 100 очков Этот фразеологизм Берет свое начало Из древнегреческого мифа Оссория Геры, Афины и Афродиты По поводу того Кому же все-таки Должно было принадлежать Золотое яблоко С надписью Прекраснейшей Яблоко разгорано Верно Билайн Выигрывает Он в игре Он выигрывает Не сложный аукцион Ему повезло 120 очков Эксперт не желает Поставить аукцион следом? Желает Желает Вот Зажигает аукцион Артур Юрьев Это наш эксперт Аукцион 120 Евгений У вас 340 у Тюмгум 390 у русской компании Начинаем с Билайном У них меньше всего Ваше слово Евгений У вас 120 Ва-банк Ва-о Второй ва-банк Ну а пацанские Пацанские Александр Пас Юля Пас Ну Евгений Давайте делать сказку Былью дальше Ва-банк Тема И в яблочко За 120 очков Марк Твен Писал Что миллионы людей Видели Как яблоки Падают на землю А затем замечает Что у этого Человека Были Очень влиятельные Родители Миллионы людей Видели Другие тоже Видели Как яблоки Падают на землю Ну пусть будет Исаак Ньютон Он выиграл Сэр-банк Это Исаак Ньютон Верно Что есть слава По рождению Случа Сэр Исаак Ньютон Открыл Что яблоки Падают на землю Честное слово Такие пустяковые Открытия Делали до него Миллионы людей Но у Ньютона Были влиятельные Родители И они раздули Этот банальный Случай В чрезвычайное Событие А простаки Подхватили Их крик И вот В одно мгновение Ньютон Стал знаменит Эх Как выражался Этот чертяк От Лэм Продолжаем За 90 очков А Билайн Это в игре За 90 очков Тема И в яблочко По одной из версий Эмблемой фирмы Эппл Стала пропитанная Цианидом яблоко Найденное На его Прикроватной тумбе Александр Алан Тюринг Браво За 120 очков Этот напиток Изготавливающийся Из нормандских яблок Очень любил Эрих Мария Ремарк Кальвадос Кальвадос Ну Вариантов на самом деле два Либо сидр Попроще Либо кальвадос Пожестче Вот когда Спрашивают обычно Напиток из яблок Тут как бы Вот эти первые два Приходят на ум И понятно Что если это вот Сидр А не кальвадос Я просто даже могу Ответ спорить Потому что Либо Евгений Либо Юля Нажмут И скажут сидр Потому что Ну это очевидно будет Но это кальвадос Плюс 120 Браво И заключительный вопрос Заключительный вопрос Полуоткрытого раунда Тема И в яблочко За 150 очков Все аукционы у нас Использованы Своим названием Эта картина Как полагают Обязана образу Современного бизнесмена Оставшегося Сыном Адама И яблоку Символизирующему Искушение Которое продолжает Представить от человека И в современном мире Да Александр Сын человеческий Всю тему разобрали Близлянчик Это Сын человеческий Очень странная Картина Рене Магрита Что же Сделал Тарыш Степанов Давайте разбираться Вся тема Была впервые разобрана Сначала Евгений Минкин Двумя блестящими аукционами Вернул Билайн В игру А затем Александр Степанов Сотворил Небольшое чудо 240 Билайн 390 Русская компания Тюмгу Ровно 700 Впереди Впереди специальный раунд После которого мы узнаем Кто займет Восьмое место В третьих финалах Сборная Тюмгу Русская компания Или команда Билайна Три темы на выбор Стоимость вопросов От минус 50 До минус 250 очков Одна тема В случае правильного ответа Можно отнять очки У одной из двух команд Но только у одной В случае неправильного ответа Очки отнимаются У команды Отвечавшей на вопрос Ваша тема На выбор Три Звезда по имени Суббота И тема Три Выбирайте Звезда по имени Суббота И тема Три Первый Давайте отстает У нас Билайн Евгений Твое слово Все еще может быть 750 очков в розыгрыше А возможно даже больше Евгений Выбирай Давайте субботу Субботу Семен Матарагин Прошу Три Три И Вадим Медведев Три Три Прошу Прошу Выбрана тема Три И места занимают Евгений Минкин Дмитрий Вайвер И Александр Герой последней темы Степанов На подъеме Посмотрим Тема три За минус 50 очков Произведение искусства Из трех картин Рисунков Рельефов Объединенных Общей идеей Или темой Это Александр Гриптих Продолжает Продолжает Минус 50 Верно У кого Минус русская компания Минус русская компания У русской компании Становится 340 240 У Билайна У вас 700 Три За минус 100 Изобретение Этого Принадлежит Французскому химику Эдуарду Бенедиктусу Случайно разбившему В лаборатории Колбу Триплекс Тема три За минус 150 очков Назовите Имя Героини Кэрри Энмос В культовом боевике 1999 года Тихо в зале Друзья Кэрри Энмос Ну Вавер Тринити Ну Тринити Конечно Матрица Минус Тюмгу Минус Тюмгу Тюмгу 550 340 Русская компания 240 Билайн За минус 200 Не расслабляемся Тема три Второе Ее название Ученики Мастеровые Везут Воду Вавер Тройка Что тройка Приму полный только ответ Что тройка Ну что тройка Картина тройка Чья Чья Ладно топить не буду Василия Перова Это картина тройка Верно У кого Картина тройка Василия Перова Вавер был абсолютно прав И вот теперь 350 Русская компания О чем я и предупреждал Вавер может вытащить 340 350 Тюмгу 340 Русская компания 240 Билайн Еще все возможно Еще два Еще один вопрос Один вопрос Тема три Индуистская троица Объединяющая Трех главных Божеств Индуистского Пантеона Брахму Вишну И Шиву Называется На санскрите Три Лика Или Именно так Пять Четыре Три Два Один С отрывов В десять очков Восьмым третий Индуистом Соборная Тюмгу Называется Она Тримурти Тримурти Спасибо Ну это был Самый дорогой Вопрос 240 Билайн 340 Русская Компания 350 Тюмгу Они В треть Финале А я Обращусь Сейчас К нашему Эксперту Я еще Не завершаю Программу Представляете Артур Юрьевич Представитель Комиссии По молодежной Политике Общественной Палаты Вот просто Представьте У нас Участвовали Команды Рудитов Из Тюменского Госуниверситета Нефтегазового Университета Строительного Университета Медицинского Университета То есть Все самые Главные Вузы Еще Тюменский Заржный Институт Кульпуры Еще Пятый Вуз И вот Все Пять Вузов Команды Всех Пяти Вузов Уже В треть Финалах Обыгрывают Стариков Судя по всему Опыт Хотя В принципе Я полагаю Опыт И у тех И у тех У всех Практически Перспектива Слава богу Не как у Шарика Из анекдота А это Седьмая Игра Битвы Рудиков Шесть Закончена До встречи На вертушке На последней Отборочной Игре В его программу Аркадий Либерман До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин